Это, правильно? Это снимается? Видимо, это снимается. Хорошо. И получается нечто китайское. Вы об этом задумывались? Да, проходил в прошлом году английский фестиваль искусств в Москве. И все англичане называли меня Клай. Отчего я никак не могла понять, кого зовут все-таки. Себе выдумывая псевдоним, конечно, нужно учесть международное его распространение. Ну, поскольку я пока концентрируюсь между Лондоном и Парижем, то, в общем, я надеюсь, что добрая половина моих зрителей прочтет его правильно. Мы всегда с отечественниками гордимся, когда им удается зацепиться и даже некоторого успеха добиться за границей. У вас успех уже совершенно зарегистрированный. Поэтому нам интересно, как это началось? Вы ведь из российских просторов растения наши. Да, я российская девушка и по мироощущению, и по облику. Началось это все, когда девушке было 10 лет. И девушка не знала, чем ей заняться. И шла я под 12-подъездным, 12-этажным домом в районе Отрадная. Дочь бедных родителей, единственное дитя. У меня на голову пал ластик. Это очень забавнейшая история. С балкона смотрели молодые люди, которые просили его вернуть. Я вернула, и вот та атмосфера, это была какая-то там районная студия ИЗО в Москве за 6 рублей в месяц. Та атмосфера меня покорила. И фактически это была любовь с первого взгляда. Больше я оттуда не уходила до ее закрытия. Ну и после студии ИЗО там какое-то было учебное заведение? Да. У меня на самом деле два законченных высших. Это они постоянно меняются в названиях. Я даже боюсь эти российские университеты. То есть там одной из был Национальный институт дизайна. Не конченное это было старое название. Технологические. Технологические университеты я защищалась по дизайну. А в Лондоне я закончила Кэмберволл по МАИ по рисунку. То есть в Лондоне вы учились? Да, дважды. Один я закончила, это Кэмберволл. А второй университет в Сассекс, философию, я бросила. Потому что решила, что это для моего маленького мозга too much. Но учение философии даром не прошло. Потому что я с вашего сайта взял десять пунктов, которые, видимо, продвигают вашим философским образованием. Первый пункт я люблю или ненавижу, потому что это узнаваемо. Это что? Если вы делаете какую-то работу, которую можно сразу же к какой-то категории причислить, сказать, а это вот оттуда, это вот оттуда. Вот к этому относится все? Я на самом деле пишу очень много. И, по-видимому, мир еще ждут мои философские трактаты. Просто я решила, что для этого высшее философское мне не нужно. И это получается как откровение. Так же, как это название последней моей работы на московском геннале России «Как жизнь в 21 веке» или название следующей выставки. И я их стараюсь не менять, потому что, как и эти фразы, они спускаются какими-то цельными кусками на меня. И я их просто фиксирую. Я не могу сказать, что я их выдумала, потому что я достаточно ленивый субъект, как многие, наверное, на этой земле. Поэтому я просто фиксирую. И, на самом деле, фиксация этой энергии – это тоже огромный труд. Потому что, когда она через себя проходит, тебя колбасит, тебе тяжело, но ты все-таки это делаешь, потому что ты понимаешь, что ты служишь, ты делаешь свою работу. Ну, и эту работу приходится сейчас делать, во-первых, в Англии. У вас есть какая-то зацепка, какая-то база? Да, в Англии у меня две мастерских. В одной я делаю гравюры – это Brighton Independent Studio. А в другой я делаю шелкографию. Шелкография в мое творчество пришла только с Англии. Потому что я всю жизнь делала работы на бумаге, на стали, на цинке. И я игнорировала, по сути, холст. И в России это не принималось. И в том числе мне нравится, что в Англии так на ура принимается вот эта очень хрупкая работа на бумаге. Ну, стандартное представление художники – это тонкая девушка, нечто такое, рисующее полупрозрачными акварелями. Но вы ведь с железом работаете, причем разных сортов. Ну, внешность так мальчевая. Вот о железных работах. О железных работах. Ну, это Дух Святой Сева, что я могу сказать. Он горячий, он необъемный. И вот эта необъемная энергия, которая сходит, она мне нравится сложности преодолевать. Да, но со сталью там есть целый ряд технологических подробностей. Автогенная резка, шлем какой-то с непроницаемым стеклом на лице, зубила, молотки, какие-то напильники. Причем во всем. Это не только со сталью, это не только автогенная резка, но когда мы делаем, например, афорты. То есть я работаю в афорте с цинком, и металл, он требует души, металл он требует понимания. Потому что я верю, что стихия, она живая. И когда я делаю, фактически я общаюсь с этими стихиями, и мы получаем некое дитя, некий продукт совместный. Я тут слышал разговоры о Леонардо де Минчи. Искусствоведы сказали, что его бы не состоялось, если бы у него не было двух главных патронов. Он переходил от одного к другому, потом опять к первому и так далее. Художнику нужна питательная среда. И как вы сейчас чувствуете на этой вашей судьбоносной треноге? Россия, Англия, Франция. Где наибольшее понимание находите? И где вообще вам можно, получается, работать? Ну, начну я с Родины, мне нравится там работать. Но искусство не востребовано. Я бы на этом ограничилась. А в Англии и во Франции это получает глубокий резонанс. И я получаю глубочайшее удовлетворение, когда работы уходят к людям. И я вижу, как эти работы общаются с людьми. И то, что вы начали с Леонардо да Винчи, мне очень лестно. Потому что, в общем, я ездила в его дом, где он закончил свои дни во Франции. И мне очень нравится его деятельность. Потому что я вижу много параллелей со своей деятельностью. Потому что я много трешу, как я сказала. И эти тома все как бы ждут свое время. Сутки не резиновые. Но я верю, что путь Леонардо да Винчи и путь Клинта, когда люди жили на содержании, это путь художника. По стилю вашей скульптуры, мне как дилетанту, напоминают, во-первых, Джакометти, а во-вторых, Элизавет Фринг здесь такая была скульпторша, которая не так давно умерла. И наверняка вам ее цитируют. Поэтому этот стиль в Англии воспринят. Он, так сказать, уже известен. Поэтому ваши металлические скульптуры, видимо, встречают понимание. Да, скульптура принимается неурально. И потом англичане уважают человека, который что-то такое лепил, делал двойной или тройной технологический процесс, пока все это не отлили в бронзе. Это уже вечная штука. Да, да. Ну вот даже послезавтра открывается в Лондоне Art Fair 2021, где тоже в галерее пригласили меня участвовать со своими работами. И следующая будет Russian Art Fair, куда тоже многие в общем галереи меня зовут. И просят именно скульптуру выставлять в фойе, привлекать зрителя. Скульптура, как мы знаем, по последним продажам Джекометти очень в цене. Да. Но Джекометти уже эти деньги не достанутся. Вот, к сожалению, эта мысль меня пугает всю мою жизнь. То есть получить славу при жизни или после смерти. Некоторым и при жизни удалось. Надо только себя тщательно рекламировать. Будем работать в этом направлении. Ну что ж, мы желаем Вам всяких успехов. Я уж не стал читать все Ваши 10 философских пунктов. С этим можно ознакомиться, видимо, на Вашем сайте. Да, я зову их 10 заповедей от клиентов. Счастливо. Всего самого лучшего успеха. Спасибо, Сева.